Вторым сериалом Disney Plus по киновселенной Marvel после завершения Ванда Вижн будет Сокол и Зимний солдат, который расскажет о похождениях двух друзей Стива Роджерса. В этом ролике мы расскажем все, что знаем на данный момент о Соколе и Зимнем солдате. И пускай изначально Сокол и Зимний солдат был анонсирован вместе с остальными проектами Marvel 4-й фазы с неопределенной датой выхода – осень 2020 года, с тех пор сериал был перенесен на 19 марта 2021 года. Это делает его вторым сериалом Disney Plus по вселенной Marvel, премьера которого состоится всего через пару недель после выхода последнего эпизода Ванда Вижн. Энтони Маки, конечно же, вернется к роли Сэма Уилсона, Сокола. И пускай Стив Роджерс завещал Сэму свой щит в конце фильма Мстители.Финал, пока не ясно, как и когда он примет мантию Капитана Америка. В интервью MTV News в 2019 году Маки немного приоткрыл завесу тайны. – Я не знаю, какой день он будет, но ты упустишь этот Каптан Америка костюм. – Я просто был первый взгляд. – Нет, ты не был. – Я был. – Скажи мне. – Это выглядит очень хорошо. Себастьян Стэн тоже вернется к своей роли Баки Барнса, также известного как Зимний солдат. После некоторого времени, проведенного с Королем Т'Чаллой с последующим возвращением к активной деятельности, Баки предстанет перед нами обновленным. То, чего Соколу не хватает в отношении суперсил, Баки с лихвой компенсирует своей новой искусственной рукой, сделанной в Ваканде. Любопытно, что и Маки, и Сэм по очереди держали знаковый щит на презентации Comic-Con, представляя сериал и дату его выхода. Является ли это заделом на будущее? И Сэм, и Баки хорошо известны тем, что в тот или иной момент носили мантию Капитана Америка на страницах комиксов. Может ли телесериал последовать за этими сюжетными ходами? Даниэль Брюль повторит свою роль хитрого Гельмута Зэмо, которого в последний раз видели в первом Мстителе Противостояния. На данный момент мы не знаем, оказался ли персонаж жертвой знаменитого щелчка, согласно отсылкам из фильма Человек-паук вдали от дома, но у него точно появился новый образ. Давние поклонники знают, что в комиксах к голове Зэмо случайно приклеился мешок, ставший его маской. Мы сомневаемся, что его экранный костюм будет иметь столь глупое происхождение, но в трейлере показано, как Зэмо несет в руки капюшон, удивительно похожий на тот, что был представлен в комиксах. У Баки, в частности, остались некоторые скелеты в шкафу после событий Первого Мстителя Противостояния. Сможет ли он теперь сопротивляться фразам-установкам, которые Зэмо использовал для контроля героя ранее? И чем вообще Зэмо занимался всё это время? Попал ли он под действие щелчка Таноса или нет? Когда зрители в последний раз видели этого персонажа, король Т'Чалла остановил Зэмо, пытавшегося совершить самоубийство, гарантируя, что он останется в живых и будет заключен в тюрьму за свои многочисленные преступления, не последним из которых было убийство короля Т'Чаки. Большим сюрпризом, чем возвращение двух главных героев и их заклятого врага, стал тот факт, что Эмили Ван Кэмп повторит свою роль Шерон Картер, она же Агент 13 в сериале, пускай неизвестно, насколько важной она будет. Шерон не появлялась в Войне бесконечности или Финале, а сама актриса в настоящее время играет главную роль в медицинской драме Резидент на канале Fox. Тем не менее, включение её персонажа в актерский состав уже довольно интересно. Мы не знаем, стала ли Шерон жертвой щелчка или нет, и не знаем, что она делала последние пять лет. Поскольку Шерон больше не работает в ЦРУ после предоставления Стиву Роджерсу секретной информации в Противостояние, у зрителей возникло много вопросов о том, чем она занималась с тех пор, как встала на сторону Капитана Америка против своих бывших работодателей. Большая выставка Disney D23 Expo в августе 2019 года принесла несколько волнующих новостей о сериале Сокол и Зимний солдат. Уайт Рассел сыграет Джона Уокера, также известного как США-агент. Проще говоря, Уокер – это своего рода политическая противоположность Капитана Америка, часто действующий как антагонист-антигерой, а не явный злодей. Его костюм даже очень похож на костюм Кэпа. В комиксах он был создан, чтобы дискредитировать Кэпа и служит оружием правительства США, появившись в тот момент, когда Стив Роджерс, как известно, отказался подчиниться. Присутствие Уокера предполагает, что Сэм и Баки, возможно, будут бороться за то, чтобы защитить позицию Стива в отношении супергероев, и, возможно, в конечном итоге им придется защищать саму идею о том, что значит быть Капитаном Америка. В начале 2021 года Дон Чидл сказал подкасту BroBiblePostCredit, что Джеймс Роуди Роудс, также известный как Воитель, появится в сериале Сокол и Зимний солдат. Технически Роуди присутствует в повествовании с самого начала киновселенной Марвел, пускай во время его первого появления в Железном Человеке его сыграл Теренс Ховард. Чидл вошел в состав франшизы с фильмом Железный Человек 2, заменив Ховарда, и с тех пор является правой рукой Тони Старка в киновселенной Марвел. Теперь, когда Тони ушел со сцены, похоже, что Роуди наконец окажется в центре внимания как звезда предстоящего сериала киновселенной Марвел для Disney+, Войны брони, в котором Роуди будет противостоять угрозам, возникающим из-за того, что некоторые технологии Старка попадают в чужие руки. На данный момент неизвестно, поможет ли появление персонажа в сериале Сокол и Зимний солдат подготовить почву для отдельного проекта с участием Воителя, или же Роуди появится исключительно для того, чтобы помочь своим коллегам-мстителям с некоторыми проблемами, с которыми они столкнутся. Карри Скогланд будет режиссировать все шесть эпизодов Сокола и Зимнего солдата. Она получила наибольшее признание за работу над сериалом Hulu, рассказ Служанки, который удостоился номинации на Эмми и получил премию BAFTA. Многие из других её режиссерских работ – это либо напряженные политические триллеры, либо картины, наполненные мрачной атмосферой, включая эпизоды Борджия, Подпольные Империи и Ходячих мертвецов. Если будет реализован специфический подход Скогланд, то это сильно изменит тон повествования киновселенной Марвел. Композитор сериала Генри Джекман охарактеризовал его как психологическую драму, сказав, «Сейчас больше, чем когда-либо, возникает очень много серьезных вопросов о том, что значит быть обладателем Щита Кэпа и какой человек должен удостоиться этой чести» Кроме того, в дело вступает история самих США и как афроамериканцы будут относиться к тому, что один из них станет Капитаном Америка. Это отличный баланс развлечения и сценария, который концентрируется на серьезных проблемах. Создается впечатление, что заслуга Скотланд в уравновешивании столь значимых проблем с напряженным повествованием и захватывающим действием делает её идеальной кандидатурой для сериала Marvel. Первым сценаристом сериала ещё в 2018 году был Малькель Спеллман, который ранее был наиболее известен по работе над семейной драмой о музыкальной индустрии Империя от Fox. В начале 2019 года в проект также попал Дерек Колстадт, создатель персонажа Джона Уика и соавтор целой серии изменивших жанр блестящих боевиков. Неизвестно, будут ли эти два сценариста работать совместно над всеми эпизодами, или их усилия будут распределены. По словам звезды сериала Себастьяна Стэна, то, что придумала команда сценаристов, больше похоже на создание полнометражного фильма. Стэн сказал Hollywood Reporter, «Что мне понравилось в сериале, так это то, что по атмосфере он находится в том же мире, что и действие фильма Первый мститель – Другая война. Так что в некотором смысле у сериала уже есть основа, похожая на мир, который мы знаем. Но сериал также наполнен множеством массовых, масштабных боевых сцен, смешанных с моментами, в которых глубокий акцент сделан на персонажа. Теперь героев можно поместить в ситуации, которые были недоступны ранее, потому что теперь у создателей оказалось в распоряжении шесть часов вместо двух» В дополнение к возвращению Эмили Бломкамп, Даниэля Брюля и Дона Чидла, Сокол и Зимний солдат также вернёт ещё одно знакомое лицо в исполнении Жоржа Сен-Пьера, который повторит свою роль Жоржа Батрака, также известного как Батрак Прыгун, того же персонажа, которого он играл в фильме Первый мститель – Другая война. Роль Сен-Пьера в фильме была небольшой, но запоминающейся. Он участвовал во впечатляющей рукопашной схватке один на один с самим Капитаном. Что касается новых персонажей, в дополнение к Джону Уокеру в исполнении Уайта Рассела в актёрский состав войдут несколько новых лиц, в том числе Эрин Келлиман, Карл Ламбли и многие другие. Из трейлера ясно, что Келлиман будет играть человека организации Флаг Разрушителей, хотя, возможно, её роль может быть более многогранной. Но подробностей о других персонажах пока немного. Некоторые предполагают, что один из участников сериала Шпионка, Карл Ламбли, может сыграть Исаю Брэдли, также известного как Чёрный Капитан Америка. Участие Брэдли не только соответствует ЛЛВ историческим и расовым темам, которые, как обещал композитор Генри Джекман, будут присутствовать в сериале, но этот персонаж также является дедушкой члена команды Юных Мстителей Элайджи Брэдли, также известного как Патриот. Ванда Вижн представляет Билли, он же Викон, и Томми, он же Скорость. Соколиный глаз представит Кейт Бишоп, а Человек-муравей-3-подростка Кэсси Лэнг, Доктор Стрэндж и мультивселенная Безумие представит героя-подростку Америку Чабес, и мы не можем не обратить внимание на то, что киновселенная Марвел, похоже, закладывает основу для Юных Мстителей. Появление Исаи Брэдли в сериале Сокол и Зимний Солдат кажется логичным первым шагом к этой цели. По слухам, основной сюжетной линией сериала будет то, что правительство США не одобрит становление Сэма в качестве Капитана Америка. Даже после того, как Стив Роджерс сыграл важную роль в обращении вспять последствий щелчка и победе над Таносом, похоже, что Капитан Америка по-прежнему является персоной нон-грата для правительства Соединенных Штатов, поскольку он был ключевой фигурой в событиях Первого Мстителя Противостояния. Добавьте к этому комментарии композитора Генри Джекмана о том, как российская история Соединенных Штатов повлияет на общественное восприятие черного человека в роли Капитана Америка и присутствие США-агента в исполнении Уайта Рассела. И можно с уверенностью сказать, что путь Сэма к признанию его в новом воплощении будет непрост. Кроме того, Баки по-прежнему считается врагом государства. Несмотря на то, что он присоединяется к финальной битве против Силтана с иностранением Мстителей, мир в целом не был свидетелем этого. Манипулирование общественным мнением – всё чаще поднимаемая тема в киновселенной Марвел, и она всегда была проблемой для Баки на его пути к восстановлению своего честного имени. В конце концов, именно Сэма изначально был первым автором фейковых новостей о причастии Баки к преступлениям в Противостоянии, и он вернулся в роли полномасштабного суперзлодея в Соколе и Зимнем Солдате. Всё это сводится к тому, что мир после щелчка вряд ли примет Баки и Сэма с распростертыми объятиями. Чтобы отпраздновать начало съемок Сокола и Зимнего Солдата ещё в 2019 году, Энтони Маки и Себастьян Стэн сделали то же самое, что и несколько коллег по киновселенной Марвел в прошлом. Они воспользовались официальным аккаунтом Marvel Studios в Instagram и сделали пост о первом дне съемок. В серии небольших сторис два бывших друга подшучивали друг на другом, когда оказались на ведущих ролях. Наряду с этим нас познакомили с концепт-артами новых костюмов героев, когда Disney Plus начал работу в ноябре 2019 года. В день запуска стрим-сервиса был показан короткий документальный фильм под названием Студия Марвел, расширяя вселенную, в котором было кратко изложено то, что стоит ожидать от мини-сериала в киновселенной Марвел, который появится на потоковом сервисе в ближайшие несколько лет. Когда в конце 2020 года Марвел представила расширенный обзор на сериал, а в начале 2021 года последовал полный трейлер, концепт-арты ожили прямо у нас на глазах, показав зрителям новые крылья Сэма, черный костюм Баки, обновленный внешний вид Шэрон Картер и Зэма, а также мимолетный вид со спины на униформу США-агента Джона Уокера. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых персонажей комиксов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова